Пока люди собираются, хотела рассказать историю, она произошла со мной сегодня, она как раз связана, я думаю, с Энтерпрайзом. Сегодня вынужден был сходить в банк, получить выписку, рухкоштив за последние полгода, и это у меня заняло полчаса вместо привычных пяти минут. За это время даже сотрудница банка успела позвонить в саппорт, в поддержку, и оставить там тикет, заявку. И ей даже перезвонили через, по-моему, 10-15 минут, когда мне ее уже почти сделали эту справку. Она что-то послушала, ответили ей по поводу этого тикета, что система как бы тормозит, для меня не формируется выписка. А я у нее ради интереса уже сидели, мы как бы долго спросили, что вам сказали разработчики. Она говорит, ну мне разработчики ответили так, что у них все работает, попробуйте перезагрузить компьютер. Ну, то есть, я это понял, как бы это такое у нас стандартно, то есть это, в принципе, интерпрайз. И это был такой небольшой в сторону отход. Хотелось сегодня поговорить про C-Sharp, Get Things Done, и немножко затронуть то, в чем мы крутимся, варимся. Это наш интерпрайз. В принципе, интерпрайз довольно классная штука, довольно интересная. Я хотел бы сакцентировать несколько моментов, на них обратить внимание, потому что иногда мы забываем, и мы не делаем. В принципе, все хорошо. То есть, интерпрайз это очень классно, все удобно. Но, чего это не хватает? Начало всегда. Все понятно, да? Есть черное, есть белое. Но нет, на самом деле, в реальной жизни мы имеем вот такую картину. Да, много крови. Крови нашей, крови клиентов, постоянно. Почему? Казалось бы. Интерпрайз это очень легко, да? Мы сейчас настолько разошлись в ролях, что было раньше. Software Engineer, потом появился FrontEnd Engineer, потом React, Angular 2 вышел в эту, сейчас будет Angular Engineer. И идет все меньше и меньше. Bash Engineer, JSON Engineer. JSON очень сложно, нужны больше ролей. Добавили String Engineer. Да, все легко. То есть, клиент приходит и говорит, мне нужно два String Engineer, один JSON, потому что у нас мы переходим с XML, а нам нужен JSON Engineer. И все, и мы привыкли так работать. То есть, мы ничего не заморачиваемся, делаем свою только работу. Да, и получается так, есть такая вот пословица, no news is good news. И вот тут вот первая кровь проливается наша. То, что мы сидим и радуемся, то, что ничего не происходит, то, что нет новостей. Мы ничего не делаем. Мы не стараемся как бы, да, то есть улучшить как-то, постоянно какой-то continuous update делать. Вот, continuous update. Я бы хотел начать говорить про наши вещи, проблемы, как возможные пути решения, с моей точки зрения, при нашей повседневной работе, с continuous update. Первое, что важно очень апдейтить, это наши инструменты разработки, нашу IDE. Это очень важно, потому что, например, с выходом 2015 студии мы получаем сразу с ходу инструменты. Кода Lens. Это, например, как Google Lens, только для вашего кода. Вы можете, не переключая взгляд, посмотреть историю коммитов и тому подобное. Это очень удобно. Это хорошо. Уже нету той проблемы, когда мы апгрейтили с 2008 или с 2005 на 10. Они поменяли формат, было несовместимо. Если кто-то помнит, мы держали в репозиториях 2005, Solution, 2008, 2010, том 12. Сейчас такого уже нет. А форматы, проектов совместимы. Проблем нету. Ничего нам не мешает сделать апдейт. На 2015 студию сейчас вышел апдейт 1. Кода Map. Удобная навигация. Visual Studio Emulator for Android. Я его просто иногда использую, когда нужно протестировать сайт и посмотреть. Очень хороший, качественный эмулятор андроидов, построенный на Hyper-V. Я скажу сразу, что будет много таких вот тем. В принципе, по ним, по каждой можно делать отдельный митинг на комьюнити. Если будет интересно, я сделаю специализированный узкий. Расскажу более детально. А так вот, просмотрим, на что хотелось бы обратить внимание. Также в Visual Studio 2015, это основная для нас ADE, появилась вещь, как Custom Windows Layout. Вы можете настраивать ваш layout. Под layout понимается это расположение ваших блоков. То есть, Solution Explorer, например, всегда справа. Но если вы работаете на маленьком экране, Solution Explorer должен быть слева. Например, вы переходите в стадию кода review. То есть, довольно удобная вещь. Можно быстро переключаться и менять. Например, сейчас вы разрабатываете под веб, вы хотите видеть одно, скажем так. Потом переключаетесь, разрабатываете под десстоп, видите совершенно другое. Применение масса. Соответственно, появляются также такие возможности, как дебаг, лямбда выражений. Когда мы QuickWatch, мы не могли это сделать раньше. Нам всегда говорилось, что извини, это не поддерживается. Сейчас это все очень сильно продвинулось вперед и исправилось. Но тут нужно тоже быть осторожным, потому что также у нас есть экстеншены к нашим дополнениям. Например, очень популярный, всем известный ReSharper. С ним нужно быть осторожным. То есть, постоянно он, обновляясь, добавляет новые метрики. Иногда случается такая вещь, что вы открываете Solution и смотрите, ага, ReSharper тут, тут, тут и посвятил. И первая идея ваша, нужно заменить. Alt-Enter и заменить. Мне очень нравится пример, когда человек, который только подключается на ваш проект, такой смотрит, ага, ReSharper мне посвятил. Вот тут есть ForEach. А давай-ка его сконвертируем в LinkU. ReSharper, конечно, говорит, давай. И конвертирует в какую-то ужасную, нечитаемую запись, которую он даже не может сконвертировать назад. С этим нужно быть осторожно. Осторожно. Очень осторожно. То есть, это еще сказал Шекспир, что люби как бы всех. Ну, мы имеем в виду про инструменты. Доверяй немногим, а не приноси боль никому. То есть, здесь не надо говорить, что вот извини, тебе больно, на подорожник приложить. Нет. Это не совсем хорошо. Поэтому с этим тоже нужно быть осторожным. Если мы говорим про Continuous Update, пожалуйста, C-Sharp 6 уже вышел. Уже GoLive, Production, Ready. Можно использовать. Это тоже дает нам набор синтаксического сахара, конечно, но хороший набор функциональности. Для меня, то есть, очень любимый это NameOf, StringInterpolation. То есть, не надо уже писать строковые константы. Можно использовать NameOf. Очень упрощает запись. Now, Conditional Member Access and Indexing. Это вот тот знаменитый оператор Элвиса. Мне теперь не нужна Monada Maybe. Это ничего не нужно. То есть, там проверять постоянно на Now. If Not Now. Идем дальше. И разворачивать дерево и доступаться, например, до какого-то последнего. Это exception-фильтра, если нужно быстро добавить логирование или сделать что-нибудь, сказать, не логировать в будние дни exception. Ну, это я так шучу. Для многих очень должно порадовать, что есть await в catch and finally блоках. Потому что иногда встречаешь в коде там task.run и выпускают там код. Вот это с await'ами. Вот статика, да, для удобно читаемых кодов. Можно писать просто в writeline, а не console.writeline. Ну, и тому подобное. Также хотелось проговорить про continuous update, про certparty. Нам постоянно нужно уметь быстро обновлять наши certparty, наши зависимости. В принципе, все мы используем newget. Можно также посмотреть, если вы разрабатываете какие-то внутренние свои проекты. Вы тоже можете делать сборки. Вы тоже можете делать newget пакеты. Но они не должны быть доступны с паблика. Окей, хорошо. Заходите на myget, создаете свой private feed и все время там паблишите свои изменения. Это очень удобно, когда вам нужна бинарная зависимость. Когда большой проект, крупный какой-то enterprise, и команды работают независимо и зависим, ну, только и зависят от бинарников, скажем так. Очень удобно. Вы обновили версию, они увидели у себя, скачали. Не нужно там отправлять письмо в DLL или соберите с репозитория. Все что угодно. Также сейчас мы входим в новую эру, когда веб-разработка, скажем так, с нами очень тесно интегрируется. Иногда даже заменяет некоторые части. Надо посмотреть в сторону Bauer и NPM. Bauer это frontend, скажем так, package manager. NPM это node-module package manager. Также хотел обратить внимание, очень хороший package manager, packet называется. Он пришел к нам с F-sharp. Он может использоваться в .NET. То есть, в чем его плюсы? Понятно, он может делать, решать, нюгет пэккеджи загружать. Но, бывает иногда этого нюгет пэккеджа нет. Некоторые не хотят создать нюгет пэккедж, сами обвернуть эту сборку, загрузить на нюгет.org. Для этого в пакете очень хорошее решение, вы можете прямо указать репозиторий. Он вам скачает этот код и подключит в проект. Как решение? Очень хорошо, что он может скачать не весь проект, а, например, какой-то файл. Это очень популярное распространение в F-sharp, когда они просто или GIST-файл, или просто с репозитория какой-то специальный, специфический файл скачивают. Также можно настроить, например, на какой-то кастомный сервер, как HTTP, даже с авторизацией. Тоже очень удобно. Ну и, конечно, постоянно нужно обновлять рантайм. Это не только какие-то новые фишки, фичи, это постоянно, скажем так, закрытие дыр безопасности, security. Это постоянно перформанс, с каждым релизом это сильно не афишируется, это не такой, как маркетинг. Улучшается работа Carbage Collector, его эвристики улучшаются, они уменьшают memory allocation и тому подобное. Fixed Buggy это очень важно. То есть стабильность тоже возрастает. Единственное, что тут, да, конечно, нужно быть осторожным, потому что все помнят, я думаю, как 4.6, вышел фреймворк, они его зарелизили, они уже сказали, что Enterprise Ready, все, пожалуйста, обновляйте сервера. Люди начали обновлять сервера и нашли проблемы. То, что, к сожалению, хвостовая рекурсия из-за оптимизации работает неверно. То есть они добавили хвостовую рекурсию. Теперь у нас есть возможность в Sharpie использовать оптимизацию, такой, как хвостовая рекурсия, которая пришла с функциональных языков. Это довольно большой плюс. Теперь нам не нужно много места в стеке и проверять глубину рекурсии. Но там были с этим баги. И, соответственно, они откатили, сказали, нет, ждите сервис пак и пока отключите. Ну, то есть, было такое вещь. Поэтому, конечно, надо немножко подождать, обкатать на своих серверах, стейджинг серверах, посмотреть, все ли работает. Вот. Что приходит нам с апдейтом? Сейчас пришло. Очень важно, что к нам пришел новый JIT компилятор. Это очень важно, потому что он переписан с нуля в RUJIT. У нас есть Legacy JIT, к которому все привыкли, и есть RUJIT. Один нюанс, который с этим связан. RUJIT работает только для 64-х, 64-х. А x86 используется старый Legacy JIT. С чем это связано? Microsoft сделал ставку на то, что все сервера, на тот момент он начинался еще с 2011-12 года, а тогда еще можно было встретить 86-х, 64-х видные. Начиналось все с того, что сервера это всегда 64-х видные разрядные системы. Ну, как минимум, потому что там адресовать оперативную память можно, да, уже большее количество. Делать сервер x86, но не очень хороший подход, как платформу использовать. Со временем, как я сейчас посмотрю, наверное, x86 какую-то платформу собрать и не так уж и просто будет. Вот, поэтому проверяйте, когда вы, например, поставили. Ага, у нас RUJIT, давайте проверим. Наш solution запустим. Ой, что-то работает так же. А где этот 18 раз быстрее, там 2 раза быстрее. Где эта скорость, где этот прирост, где эта оптимизация. Нет, очень важно, что это для 64-х платформы играет только роль. Если вы используете x86 по 32-ю видную платформу, то вы используете все равно Legacy JIT. У него fallback. Какая есть у нас еще проблема в Enterprise? Мы всегда работаем не с какими-то маленькими проектами, а с какими-то комплексными solution-ами. А тут наша кровь еще раз проливается. Потому что, ну, когда мы пытаемся построить звезду смерти, а мы всегда начинаем с того, что мы строим какие-то космолеты, звезду смерти, мы автоматизируем все, мы забываем, что любой сложный solution- это набор маленьких блоков. То есть, в принципе, это очень важно. То есть, набор маленьких блоков это просто серп-пати компоненты. Про серп-пати компоненты мне очень нравится. Шутка, она больше с веба к нам пришла. Для того, чтобы понять, сколько лет вашему проекту или по части проекта, когда написалось, в вебе очень легко. Нужно просто посмотреть, какая версия jQuery используется, подключена. Но, в принципе, для нас это тоже очень важно. Мы можем посмотреть всегда, какая используется версия и понять, когда писалось. Так, возвращаясь к серп-пати компонентам, не забывайте, что в интерпразе не очень хорошо строить свои велосипеды для каких-то продакшн решений. Только если с целью научиться или нам, скажем так, не подходит двухколесный велосипед, а нам нужно построить четырехколесный, тогда мы, конечно, будем строить. Но все равно, что первое нам нужно делать? Посмотреть, что уже сделано. Что уже есть? То есть, какие серп-пати уже есть компоненты? То есть, раньше это был наш второй шаг, теперь это первая опция, как по мне. Потому что есть множество бесплатных или платных фреймворков, хелперов, компонентов, все что угодно. Тоже тут проплатные, кажется, это платные, это дорого. Ну, например, часто бывает, нужно грид построить с виртуализацией, пейджингом, сортировкой, группингом и тому подобное. Мы смотрим. Есть, например, у Телерика, Девэкспресса контролы. Но лицензия стоит тысячу долларов или две тысячи долларов за компоненты. Ой, это дорого. Лучше сделаем сами. Возьмем команду разработчиков, пять синьеров. Оценим. Ага, ну, примерно месяц. Мы за месяц сделаем. Потом еще месяц будем фиксить баги. Потом еще месяц переделывать. В общем, затянется это на полгода примерно. По деньгам получится, ну, вообще дороже. Очень дороже. Поэтому, если есть возможность купить, то, я думаю, даже клиента можно уговорить. Как минимум, мы получим уже готовый продукт, проверенный временем. Или посмотрим хотя бы, как он сделан. И уже если нужно свой сделать, если там какие-то лицензии не позволяют, если нужно какие-то комплейнты, то хотя бы посмотреть. И Google Search нам в этом всем поможет собрать конструкторов Lego. Search настолько плотно интегрируется, что для Visual Studio, например, есть extension, Bing extension. Вы пишете, например, там, var file и потом пишете там равно read file. Нажимаете поиск и он вам находит код read file. И даже вы можете нажать enter и он вам подставит этот код прямо в студию, не выходя из студии. Поисковики настолько стали умные, если вы, как только начинали работать с Google, вам нужно было, например, писать. Хочу считать все файлов. Read file C sharp. То есть, вы постоянно писали там. Со временем Google уже адаптируется под вас и вам просто нужно написать read file. Вам даже не нужно писать C sharp. Он вам и так. Он уже знает, что вы ищете. Он знает уже, кто вы. Он, наверное, даже уже умеет левел определять и будет вам выдавать решение в нужном порядке. Но тут нужно тоже быть осторожным. Из-за серпати компонентов мы часто попадаем в такую проблему, что мы добавляем один компонент. Он что-то делает не так. Вместо того, чтобы убрать этот компонент и взять другой, мы добавляем еще один компонент. И у нас получается такой оверенжиниринг. Например, если нам нужно сделать ничего, то мы, бывает, просто добавляем один компонент, а второй уничтожает работу первого. Реально это оверенжиниринг. По сути, можно просто убрать компоненты. Но это, в принципе, такое было как отвлечение, связанное с Enterprise. В Enterprise очень любят много говорить и мало делать. Хотелось сейчас как раз проделать. Уже именно про C sharp. Будем подходить постепенно. Большая кровь – это продакшн и его дебаггинг. Потому что на продакшн серверах любое неправильное движение вызывает просто взрыв, большие потери, очень много крови, кучу разбирательств, не хочется работать, хочется покончить с жизнью и тому подобное. Нужно быть с этим осторожным. Какие вообще челленджи мы встречаем, когда нужно что-то дебажить на продакшн? Требования у нас какие для того, чтобы дебажить на продакшн? Нужно получить как можно больше информации о всяких эксепшенах, крэшах, почему падает или почему все тормозит, почему перформанс так просел, что случилось, что вообще происходит. Казалось бы, это наша повседневная задача. Мы изо дня в день их решаем. Какие у нас есть ограничения? На продакшн сервера, если вам даже дают доступ, а иногда это не очень, скажем так, приветствуется со стороны клиента, чтобы кто-то лазил на продакшн сервера, даже если у вас есть доступ, вам точно никто не разрешит поставить Visual Studio, остановить продакшн сервера и просто там поразбираться в конфигах или поставить какой-нибудь там прямо профайлер туда, интегрироваться с драйверами. Вот, да, вот, это подсказывает Remote Debugger. Да, Remote Debugger это круто, но тоже, Remote Debugger нужно быть осторожным, потому что на продакшн серверах, скорее всего, у вас все собрано в релиз, туда вы подкинете по дебешке и можете подключиться Remote Debugger. Но какая тут есть вещь, Remote Debugger это хорошо, но не для продакшн серверов, это очень хорошо для ваших каких-то стейджинг близко к продакшн и тому подобное, потому что каждый раз, когда вы подключаетесь к процессу работающим и падаете на какой-нибудь бряке у себя в студии, то процесс соспендится и на сервере, то есть вы его блокируете, вы блокируете вызывающий поток. С этим нужно быть очень осторожным, просто принимать это во внимание. А так, Remote Debugger это хорошая вещь. Но сейчас я хотел бы поговорить немного о другом процессе. У нас есть механизм, о котором мы забываем, но он очень полезен для решения многих проблем. Вот, я думаю, что кто-то уже догадался, а кто нет, то после этого скрина вы все поймете. Да, то есть это, я здесь, я еще с вами. Вот, дам файлы. Вот, Microsoft не ставит вам Visual Studio, да, не все разработчики. Есть еще набор домохозяек, домохозяевов, да, то есть которые без Visual Studio, но у них бывает крэш и все падает, нужно для них фиксить. Для этого нам в помощь приходят дамп файлы. Вот, я думаю, что все в принципе знают дамп файлы, что это такое, но я хотел бы немножко провести, скажем так, границу, какие есть варианты, как что, потому что некоторые вещи не совсем понятны. Дамп файлы, что может быть? Может быть пользовательский дамп, юзер дамп, или, скажем так, системный, да, ядра, кернел дамп. Я бы пользовался бы английскими названиями, потому что иногда перевести довольно сложно, бывает путаница. В принципе, все понятно. Юзерский дамп, это тот слепок, который вы делаете, когда захотите, когда удобно для вас. По каким-то эвристикам, ну, об этом поговорим. Вы просто зашли, например, в ваш диспетчер задач, нажали правой кнопкой на любой процесс, сделать дамп. Все, дамп готов. Кернел дамп, это, ну, и, соответственно, это процессы, да, то есть, вот это по детали. Кернел дамп, это уже целая система. Соответственно, он огромный, большой. В нем сложно разбираться, анализировать, и не всегда это нужно. Да, но это уже, когда юзер дамп вам не помог. Какие есть ограничения, в отличие от ремоут-дебаггера? Дамп-файл, это просто срез, это снэмшот. Вы не можете навигации делать, дебаг, вы можете посмотреть состояние программы только в этот момент времени. Это очень важно, да, то есть, чтобы понимали. Поэтому дампы нужно снимать именно в тот момент времени, когда там произошел эксепшн, когда какие-то проблемы с перфомансом и тому подобное. То есть, если вы просто сняли при старте программы, то он вам ничего не покажет, дамп. Вот, соответственно, вам нужна серия дампов, да, снэпшотов, таких срезов. По срезам уже можно анализировать, сравнивать их. Давайте еще поговорим про такую вот, как таксономию дампов, да, я уже начинал. Есть crash-дамп, это когда у нас все упало, аппликейшн посыпался, соответственно, система автомата может построить дамп. Бывают такие вот hack-дампы, да, это то есть, как такие юзер-дампы, когда вы заходите и в какой-то момент времени говорите, сними мне дамп программы. Вот, в принципе, это просто такая таксономия по времени и по действию. То есть, дампы абсолютно одинаковые получаются, просто разные моменты времени. Вот, все можно автоматизировать, мы об этом поговорим. Соответственно, дамп очень легко сгенерировать. То есть, это ваш task-менеджер, нажимаете на любой create-dime файл. Все, он потом вам покажет, где вы дамп можете свой собрать. Это решение, как бы, такое простое, юзер-интерфейс, но оно, скажем так, никак не автоматизируется. Сложно понять, что произошло там exception или нет, когда его снимать. Ну, то есть, очень все сложно. Для этого есть хорошая утилита от SysInternals ProcDamp. Консольная утилита. Что она дает? Она дает возможность, у нее есть куча параметров. Вот, основной пример, который, в принципе, помогает для анализа. То есть, например, запиши мне дамп файл со всей памятью процесса. Вот там. И, например, первая строчка, она говорит, что вот этого приложения, вот этого процесса, запиши мне дамп файл в тот файл. Окей, хорошо. Но нам нужно больше, да? Нам, например, нужна вот вторая строчка. Она говорит о том, что, пожалуйста, запиши мне дамп только в том случае, когда окно, вот это знаменитое not responding, да? То есть, не отвечает. Например, там последних 5 секунд, да? То есть, это по дефолту мы можем указать. Также мы можем сказать, запиши мне дамп только в том случае, если произошел эксепшн. Вот. Оно вам сразу создает эксепшн, ой, эксепшн дамп, как только произвел эксепшн. То есть, он будет мониторить ваш процесс, не будет никак его останавливать, ничего. Произвел эксепшн внутри процесса, все, он сразу снимает дамп. Вам потом просто эти дампы нужно проанализировать. Например, если мы говорим про перформанс, то чаще мне приходится делать, нужно посмотреть, почему все так тормозит. Очень полезный аргумент это сказать, что сними мне дамп, когда CPU превысит 90% и сделай мне в случае это дамп. Наверное, работа происходит, какое-то где-то зацикливание, надо смотреть в этот момент. Чаще всего это не помогает, и нам нужна серия дампов. Для этого решает последняя строчка, что, пожалуйста, сними мне серию дампов, когда память превысит 1000 мегабайт, и делай количество дампов в 5 штук и записывай через 600 секунд. То есть, потом эту серию дампов можно анализировать, что же там происходит, почему столько памяти, какие объекты. Вот это из такой автоматизации. Microsoft сделала классную тулу, дебаг, диаг. Кто не юзал, я бы рекомендовал просто на нее посмотреть, потому что эта утилита ставится легко. Она позволяет делать две вещи. Создавать дампы и анализировать. Очень круто для ASP.NET аппликейшенов. У нее есть различные варианты, как создать. То есть, это такой wizard, если будет интересно, могу потом показать. Wizard, который позволяет настроить, скажем так, мониторинг вашего процесса по трем основным сценариям. То есть, это когда crash, когда какие-то exception падают. То есть, оно будет как прокмон, только вам не нужно знать аргументы и вариантов больше. Например, когда произошел только exception такой-то, такой-то. Это все можно настраивать. Это такие, скажем так, рулы, правила. Например, про performance мы говорим. Хотим снимать дамп, если у нас response HTTP очень медленный. Или у нас есть какие-то дедлоки, заблокированные объекты. То есть, очень большой вариант правил уже настроенных. И еще большой плюс дебаг диаг программы. То, что она позволяет эти дампы открывать и делать по ним репорты, анализ. Если вы, например, говорите, что открой мне этот дамп и, пожалуйста, построй мне возможные рекомендации по памяти. То есть, это автоматическая тулла, которая позволяет анализировать. Ну, то есть, это, скажем так, отдельная история. То есть, если кому-то будет интересно, я обязательно расскажу, как это делать и что смотреть. Она строит репорты. Также вы можете открыть дампы в файлы Visual Studio. 2010-е, CLR 4.0 и выше. Все. Вы можете открывать эти дампы в студии и загрузить pdb файлы. И вам покажется код, состояние. Можете посмотреть снимок, снапшот, где в этот момент находился, скажем так, flow в программе. Какая строчка запускалась. Тоже довольно удобно анализировать. Вот, соответственно, что тут возникает, какая идея, да, что с дампами. Вот здесь вот вступает в сиду нашим, скажем так, скрытая внутренняя сила. Мы, интерпрайс инженеры. Мы хотим сделать некий вариант автоматизации. Мы, например, хотим делать, как у нас постоянно, continuous integration. У нас автоматические билды. Потом мы деплоим. И потом мы, например, хотим построить тесты интеграционные. Автоматически мониторить наше приложение. Оно работает. Собирать с него ошибки, всякие exceptions, performance issue. Анализировать их. Строить какие-то репорты. Возможно, как-то автоматически пытаться их решить. Ну, то есть, как угодно. Но тут возникает проблема. Как это все автоматизировать? Да, вот эти все утилиты, они требуют нажимания, скажем так, руками, пальцами что-то думать. Это сложно автоматизировать. То есть, по дампам вы, конечно, можете открывать как текстовый файл, пытаться искать какие-то паттерны, регексами по дампам. Но это не очень удобно. Что предлагает Microsoft? Microsoft специально сделали для себя, для внутреннего пользования. И сейчас пошарили на GitHub библиотеку. Называется CLR-MD. Это обвертка над, кто знает, есть такой WinDBG. И в WinDBG есть экстеншн такой API, который позволяет вам тоже, получается, дебажить .NET приложение. Для этого нужен экстеншн. Очень удобно скачать. Можете с GitHub, можете через NewGet подключить. И сейчас я хотел бы вам показать, что это такое. Просто так, в двух словах. Я скачал вот репозиторию, их стандартные примеры. Сейчас хотел рассказать и показать, насколько это удобно и, в принципе, мощно. Что здесь мы сделаем? Мы создадим приложение. У нас есть такое, как NestedException. Наш... Давайте я его... Файл мы его посмотрим. Есть у нас программа. А тут создается... Соответственно, вызываются функции. Вложенные функции. И потом, Winner, мы сроваем exception, ловим и сроваем еще один. То есть, это наше, в принципе, приложение, которое скомпилируется и запустится. То есть, это сделано для тестов. Очень удобно, по сути, что получится. Этот файл скомпилируется, запустится. Мы к нему подключимся. Вы можете оттачиваться к существующему процессу. То есть, указав просто его с Red IT. Найти... Ой, процесс ID. Извините. Вот. Процесс ID подключиться. Можете прямо отсюда открыть Dump. Да? То есть, это просто C-Sharp. То есть, API. Что мы здесь делаем? Да, мы загружаем символы. Это PDB для отладки. С нашего Data Target мы загружаем Full Dump. Создаем нашего процесса. И потом, когда у нас есть Red Dump, мы пробегаемся по его средам. Выводим эти среды. И потом побегаемся про стеку. Тоже. Тут, в принципе, не вдаваясь в подробности. Кому будет интересно, там можно рассказать более подробно, что есть... Пробежали все по стеку и просто выводим. Выводим, да? То есть, строчку кода, где произошел exception. Как обычно, нам это делает студия. Давайте я это запущу. И вот, что нам вывела наша программа. Да? То есть, видно, что мы пробежались по Dump. У нас в тот момент было несколько средов. Вот, соответственно. И где произошел exception. То есть, мы смотрим, что thread 1 там, вот, дебаггер какой-то, а также был. А вот, а 250, thread. Мы, соответственно, если вы помните, для средов можем задавать имена. Вот, произошел exception. Да? И у нас вся есть информация. Да? Это программ inner, middle, outer. Да? Как помните. И место расположения файла. И в какой строчке кода произошел exception. Вот. Тоже удобно анализировать. Это простой пример, конечно. Вот. Но на базе этого всего, такой вот возможности, мы можем строить большие автоматизации. Да? То есть, для инспекции. Например, недавно была запись Кирилла Осенникова. Вот он очень много работал на CLMD программы. Он так говорил, что у него потерялся код, Visual Studio затормозила, а он не успел его сохранить. И он взял, сделал дамп процесса Visual Studio, дамп открыл с помощью CLMD и просканировал состояние, соответственно, все среды и вытащил просто эти строки кода, которые висели в память. Вот. То есть, ну, такой как вариант, я не знаю, просто это, наверное, было сделано ради интереса больше. Но, думаю, написать код было бы быстрее. Но такие вот есть возможности. Очень часто, когда у вас там что-то происходит, крэш, браузер или тому подобное, вы что-то там в форме набирали, тоже создается дамп. Вы можете открыть этот дамп, посмотреть там состояние и, скорее всего, вытащить даже текст. Вот. Но здесь хотелось бы иметь возможность какой-то автоматизации больше. Да, то есть, разрабатывать инструменты. На предыдущем слайде там есть ссылки от Эгглштейна, MSOS, NETXT. Это хорошие вещи для диагностики. Они используют. Соответственно, что мы можем делать, да? Например, пройтись по всем объектам в HIPPY. Посмотреть информацию о них, сколько занимает, там, время жизни. То есть, справа приведены имена объектов, которые, ну, скажем так, есть обвертки для них в CLRMD. Очень удобно это, да, для HIPPY мы можем проанализировать, что с объектами, там, как себя GC ведет и тому подобное. И это можно строить более-менее еще и real-time даже, да? Потому что мы можем к существующему процессу подключаться и смотреть, как происходит. Мы можем понять, почему у нас дедлог произошел, да, почему у нас этот сред, кто его заблокировал, кто держит, да, почему держит, да, то есть, ну, очень большая, скажем так, у нас появляется возможность получить информацию, что же происходит внутри в этот момент. Потому что иногда воспроизвести в домашних условиях не получается. Потому что у нас другая, скажем так, платформа, другая организация, могут отличаться версии, там, все что угодно может быть. Поэтому такие вещи очень полезны. Просто раньше для этого, ну, скажем так, тратили очень много времени, эти инструменты были ужасные, они неудобные. Ну, честно, вот, если там пару лет назад взять винты БГ, ну, в принципе, да и сейчас, наверное, да, то есть, в чистом его виде. Ну, очень сложно что-то там сделать, ну, просто кажется, что нет, это какой-то просто rocket science. Нет, уже сейчас очень сильно изменилось, и, в принципе, дампы реально помогают. То есть, понять, почему памяти так много выделяется, да, то есть, очень удобно с V3P, например, снять дампы и посмотреть, что же там держит столько памяти. Уже как стартовая точка. Это очень удобно. Еще, скажем так, где мы часто проливаем кровь, это производительность, перформанс. Может быть, это для меня, что мне нравится, скажем так, этим вопросом заниматься, производительностью. Но, в принципе, очень часто, я думаю, что многие согласятся, для нас перформанс это какая-то фича отдельно, которую мы поставляем. То есть, сначала мы делаем все плохо, да, скажем так, в плане перформанса, и это обосновано чаще всего, потому что, ну, все вы знаете, требования, которые выдвигаются, по времени ограничения. Но, когда мы это сделали, потом какой-то перформанс, производительность чаще всего очень сложно. Как тут исправить, как улучшить. И, в принципе, уже нету и желания. То есть, если мы говорим, что там кто-то пришел быстрее нас, да, кто-то там работает быстрее нас, мы вместо того, чтобы стараться у себя улучшить, сделать это быстрее, мы чаще всего отправляем куда подальше. Да, ну, то есть, в принципе, мы все любим медленные приложения, почему-то их только клиенты не любят, ну, мы ок. Но, давайте поговорим о возможностях распараллеливания. Какие у нас есть техники? Вот, у нас есть многоядерность, да, то есть, хорошая. Разделять по машинам, да, то есть, когда мы говорим про горизонтальное масштабирование. Тут, в принципе, если взять какие-то там модель акторов, да, то в теории она вообще бесконечно масштабируется, да, и по машинам, distributed, если embrace какой-то взять. Там единственное уже ограничение, что свет очень медленно бежует, да, то, что сеть загружена и тому подобное, но, в принципе, в теории это бесконечность. Также GPU, вот, в принципе, наверное, GPU популярность получили после того, как появились криптовалюты, их все начали майнить. Да, то есть, для нас GPU это, наверное, сложно, потому что эти вещи очень дорогие, и чтобы что-то перенести на GPU, нужно обладать хорошим таким знанием, пониманием, как работает графический процессор, ну, такое низкоуровневое программирование. Но это дает большой прирост. Вот, соответственно, ну, еще и сопроцессоры есть такая возможность. Но здесь тоже спорный вопрос. А мне нравится из подхода это векторизация. Да, то есть, в принципе, векторы мы помним со школы, да, ну, и чаще всего мы их там и оставляем где-то в курилках. Но, на самом деле, векторы это очень хорошая возможность распараллеливания, улучшения перформанса. Вот. Есть такая вещь, как System Numerics Vector. Нам namespace, и, соответственно, он предоставляет объекты, которые работают. В чем плюс этого подхода? То, что вы можете улучшить скорость производительность ваших алгоритмов примерно, там, с двух, да, до восьми раз. Но это не магия. То есть, если вы подключите себе Using System Numerics Vector, у вас не будет перформанс-улучшения, как с Руджитом и тому подобное. Вот. Потому что здесь вам нужно менять немножко мировоззрение и подход. Нужно будет учиться видеть векторы. Мы дальше поговорим, почему вообще векторы нам помогают, казалось бы. Вот. На самом деле, про то, как проблему нашу решать, нужно видеть, где мы можем использовать вектора. Вот. Если посмотреть на первый пример, первую и вторую строчку, и шестую, и седьмую, это второй пример, да, то, в принципе, кто помнит, что такое вектора, да, то легко понять, что первый пример, это легко подходит для векторизации. Второй пример, очень сложно как-то векторизовать, да, то есть использовать вектора, но тут не получается. Только если какие-нибудь кривые вектора, которых нету в реальной жизни, да, потому что здесь нет такой возможности. Чем нам вектора вообще помогают? Вектор это просто, да, такое вот понятие, я думаю, все это знают. Но для операции над векторами есть оптимизация у процессоров. То есть, есть такое понятие, как симпт. Сингл, инпут, мультиплейт, дейта. Это вот оптимизация, то есть, если обычно у нас, например, сложение или умножение для больших данных, там, выполняется за N операций, то здесь та же самая операция, она оптимизирована, и процессор ее может сделать, там, ну, чуть ли не за один такт, да, но я так грубо говорю, понятно, что это больше. То есть, это очень хорошая оптимизация. И сейчас симпт, поддержка, она пришла в шарп. Вот, для сравнения, C++ это было всегда, да, потому что там и оптимизации были, и компилятор умел это оптимизировать. Все. В джаву это пришло в 2013 году, то есть, джава сильно очень выиграла, да, конечно, это не полная поддержка, это, скажем так, оптимизация джит, это больше, там, комьюнити еще над этим работало, и это довольно простая такая оптимизация. В C-Sharp пришел руджит наш, только x64, и пришел класс System Numerix Vector. По сути, обертка над unmanaged кодом. Вот, ну, и так, для развития, и, в принципе, мне это очень интересно, я жду это в джава-скрипте, да, надеюсь, что в ECMO-скрипт стандарте 2016, симп, то это будет уже нативная поддержка. Очень бы хотелось. А сейчас есть в эту сторону подвижки, есть такая вещь, как симп.js, но не все браузеры поддерживают. Тут нужно просто на аппаратном уровне поддерживать. Еще раз. Симп в C-Sharp, да, то есть, компилятор никак ничего не оптимизирует, непростые даже циклы. Это не так, как в Java, не так, как в C++, нам просто дали обертку. Обязательное требование руджит, соответственно, второе, неявное, но обязательное требование, компилируем в x64, требует .NET 4.6. В противном случае, если вы используете x86 или не удовлетворяете условия, то, скажем так, будет такой, как polyfill, да, как мы называем вебе, fallback на обычные скалярные операции. Эта обертка использует возможности процессоров оптимизации, да, для, ну, так не грустить, SS4 и AVX инструкции. Из вектор-тайпов я вот тут уже иду на демо. Сейчас посмотрим на векторам. Что у нас здесь есть? Это моя небольшая, скажем так, консольная аппликейшн, где я сравниваю иногда различные куски кода, что быстрее, что нет. Но сейчас не об этом. Хотелось поговорить про имплементацию. Понятно, если я взял бы матрицы и какие-то операции над ними, то можно было показать очень большой выигрыш 8 раз с векторами. Я взял более простой пример, который я чаще всего вижу в коде и самому приходится писать. Это есть у нас два массива A и B. И нам чувствуется сделать третий, скажем так, ну, не третий, а сложить их все и сумму посчитать. В принципе, кто это понимает, это не что иное, как скалярное произведение. То есть это операция над двумя векторами, результатом которой является число. То есть эта операция, чем она удобна, она не зависит от системы, координат, характеризующие длины векторов со множителей и угол между ними. То есть для нас это очень хорошо подходит. Какая здесь идея? Заменить это все и начать использовать вектора. Вот как это переписать с помощью векторов. Тут немного все, скажем так, сразу непонятно, непривычно, но, в принципе, можно быстро, после того, как пару раз переписали, написали в алгоритмы видеть это. Есть A и B. Это два массива. Здесь получается вектор size. То есть вектор count – это сколько чисел может поместиться в один вектор, скажем так, под массив. И потом дальше мы, соответственно, интерируемся не и плюс один, инкрементируя каждый раз. А просто создаем новый вектор. Здесь конструктор довольно интересный. Видите, сюда я передаю целый массив, но вторым параметром передается, не видно, соответственно, startIndex. Что, по сути, делается? В конструкторе я передаю целый массив, набор данных и startIndex. Он берет startIndex как первый элемент и вырезает с массива свой вектор size возможный. То есть он получается массив, если записать, например, у нас есть массив 1, 2, 5, 6, 7, 8. И, например, размер вектора у нас 3. Да, я ему передаю весь массив и старый индекс. В первом случае 0. Он мне тогда возьмет и сделает вектор 1, 2, 5. Вот это будет один вектор. Потом он сделает мне следующие итерации и увеличу. Да, и он мне сделает второй вектор уже, который будет характеризоваться координатом 6, 7, 8. Для нас это вот так вот чисто отбивка. То есть довольно удобно. То, что нам не нужно самим высчитывать, записывать. Самое делаю со вторым вектором. Ну и, как я сказал, то, что мы видим здесь, это просто скалярное произведение. Скалярное произведение векторов для этого команды dot используется. Посчитали, добавили в УДП, свернули. То есть, по сути, мы не можем создать такие большие вектора размером, как вот здесь 1024. Но мы разбиваем, скажем так, этот большой вектор на кучу маленьких. Считайте, как массива. Вы можете заменить как на подмассива. И, соответственно, вот эта операция, она оптимизирована. Вот. То есть она выполняется очень быстро. Давайте запустим сейчас наше. Это у нас 9. Наш код. В релизе. И очень важно. Да, я запускаю под .NET, который у нас новый. ASP.NET 5. Там все консольное приложение. Вот. Но .NET Core и архитектура X64. Это очень важно. Потому что потом, ради интереса, мы запустим под X86 и посмотрим, что с этим будет. Вот. Нужно время. Там сколько итераций. Сейчас посмотрим на результаты. Вот. То есть, в принципе, с матрицами мы получим очень большой выигрыш. Да. Потому что там, чаще всего, операций больше. Вот. В принципе, посмотрите. То есть, с векторами мы выполнили ту же операцию за 2,5 секунды примерно. То же самое нативный имплементейшн за 9,5 секунд. Да. Это очень много. Мы выигрыш получили 2,5 раза на такой простой операции. Как обещал, сейчас хотел бы показать, что будет, если вы поставите здесь X86. Это очень важно. На этом можно очень легко сделать ошибку. Запустим ту же самую программу. Да. Только теперь X86. Чтобы вы понимали, да. Что RUGIT сейчас не сработает. Работает LEGO CIGIT. Нам RUX Vector. Обвертка тоже не работает. Отвалится. То есть, fallback. А по идее, в принципе, если мы говорим fallback, да. То должно быть примерно равно. Да. На самом деле это неправда. Потому что у нас, когда мы нативную делаем, мы, скажем так, все оптимизируем. А когда вам нужно сделать fallback для таких сложных вещей, комплексных, работа с векторами и тому подобное, то, скажем так, решение требует больше проверок, больше вычислений. И оно уже не так оптимизировано, как наш частный случай. То есть, если вы используете X86, то, наверное, лучше посмотреть в сторону нативной имплементации. Да, видите, уже очень долго выполняется. Вот, давайте пойдем немножко дальше. У нас есть еще что посмотреть. И пока summary подведем. Еще раз. Векторизация. Если вы, скажем так, проявите смекалку, увидите, позволит вам, не меняя особо ничего в программе, большой выигрыш за счет того, что есть инструкции, которые оптимизированы. Да, тот симпт. Вот. В принципе, если вам не хватает оптимизации, которые есть в C-Sharp обвертка, и возможности работы над векторами, то тогда вам C++ нужно переключиться в OneManageCode. Но там гораздо уже сложнее все получается. В C-Sharp довольно удобный API для работы с векторами. Про перформанс. Если говорить про перформанс, еще очень важный такой момент – это reflection. Да, то есть reflection – очень классный подход. Реально можно его использовать. Иногда даже это нужно. Есть необходимость. Работает решение обобщенное, получается. Все радуются. Но потом кто-то приходит и говорит, что speed matters. То, что это очень важно. То, что рефлексия – это долго. Все надо переписывать. Давай будем для каждого, скажем так, файла или какого-то инпута делать свою логику. Потом напишем такой большой свитч и тому подобное. Никаких обобщенных решений. Нам важна скорость. Нет, на самом деле здесь не стоит отказываться от reflection как таковой. Потому что у нас есть возможности ускорить reflection. Очень часто предлагают кэш использовать, например, для property.info, gettype. Чтобы каждый раз не получать, можно сделать кэш для них. Но я бы хотел рассмотреть еще парочку вариантов, которые я пользуюсь. И когда вижу reflection, я их не пугаюсь, а просто стараюсь переписать в некоторых нюансах в зависимости от требований, задачи. Очень хороший FastMember библиотека. Она базируется на хайпер-дескрипторах кастомной имплементации и берет подход с .NET-овской, скажем так, namespace, кодом System Component Model. Если кто-то помнит, Component Model используется для различных всяких контролов и тому подобное. Чем она очень оптимизирована? Потому что там требуется очень много вытягивания метаданных из контролов, чтобы отображать их на UI. Она довольно оптимизирована. У них есть подход. Они используют type-дескрипторы. И, соответственно, некоторые есть даже у них инжекшены ill-кода. То есть пишут FastMember берет эту идею и просто добавляет немножко ill-кода в систему, используя emit функции. Там reflection emit и тому подобное. В детали я вдаваться не буду. Кому интересно, обязательно можно туда копнуть. Я бы хотел показать демо, пример и еще различные варианты, как можно быстро, без всяких библиотек, использовать мощь рефлекшена и какого-нибудь DLR, Dynamic Language Runtime. Давайте вернемся. О, посчиталось. Вот как раз то, о чем я говорил. То, что наша Native Implementation выполнилась за то же время. А вот нам Alex Vector с fallback очень сильно просила по производительности. То есть с этим нужно быть очень осторожным. Давайте мы это закроем. Здесь вернемся. И посмотрим на наш пример. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть класс. ClassMemorePerformance. У него есть Value. То есть одно свойство. Все дальше это относится уже к замеру скорости. Вот у нас такой простой класс. Какие есть варианты? То есть Dynamic. Динамик очень классная вещь. Это очень сильно оптимизированный, скажем так, процесс получения ваших переменных в момент рантайма. Потому что Dynamic Language Runtime использует у себя внутри call-site кейшинг. То есть очень много оптимизации они поработали. То есть в принципе доступ к переменам очень удобно можно получать и записывать на рантайме. То есть мы используем Dynamic. Посмотрим дальше. Подключаем библиотеку FastMember тоже. У нее есть два варианта. Использовать аксессор, а можно в Rapt. То есть немного отключается по возможности доступа. И все. Ну и конечно по производительности. Вот в принципе что хотелось бы сравнить. Это просто C-Sharp, HardCodedSharp, использование Dynamic, PropertyInfo. Это наш стандартный классический доступ, используя Reflection, TypeAccessor и ObjectAccessor. Это уже FastMember. Вот эти. Ну, статик C-Sharp понятно. Мы берем Object, берем Value и получаем Value. С Dynamic примерно все так же. Да, то есть Value будет решаться это все на рантайме. Довольно удобно. Иногда работать удобно такими вещами, когда мы, например, хотим JSON непонятной какой-то конструкции. Да, там XML спарсить. То очень много есть таких раперов, которые в Dynamic. Ну и вообще вы можете свой Reflection очень часто заменить. Просто взять Dynamic и вы получите большой прирост скорости. Ну, ничего при этом не потеряя. Ни читабельность. Ничего. Вот. PropertyInfo. Да. Ну, тут понятно. PropertyInfo. Берем Object. Устанавливаем Value. Ну, тут все, вы помните. Reflection. TypeAccessor. Это уже FastMember. Очень похоже на JavaScript. Да. То есть мы передаем наш Object. Value. Устанавливаем. И так же получаем. В Rapid он, соответственно, мы уже сразу передаем Object. Не нужно. Тут получается именно JavaScript. Да, такой DLR Object в чистом виде. Вот. Но этот немножко, скажем так, проигрывает производитель. Мы сейчас посмотрим. И еще я сразу покажу. Иногда получение переменных, property, запись. Это, скажем так, простые вещи. Иногда нам нужно создавать. С помощью Dynamic Типа мы не можем создавать новые объекты. То есть для этого нам нужен Reflection. Вот. То есть тоже есть сравнение. Просто C Sharp. Да. Когда мы пишем New Тип. С помощью нашего Reflection в чистом виде. Ну и, соответственно, с помощью FastMember. Вот. Ну, к этому вернемся. Давайте сейчас запустим наш Dm11. Dm11. Так. И потом. Вот. Мы уже получили результаты. Ну, понятно, что выигрывает тут, конечно, Static C Sharp. Да. На втором месте Dynamic C Sharp идет. Довольно быстрое решение. Отстает, конечно, в половину. Но с этим можно мириться. Следующих два. Type Accessor и Object Accessor. Type Accessor это там, где нужно еще с собой Object все время таскать. А Object Accessor это уже в RAPT. То есть это уже такой JavaScript-like approach. Вот. И самый последний. Вы, как видите, с этими страшными цифрами. Property Info. Наша стандартная Reflection. Вот. То есть, в принципе, чаще всего вам нужен тип Dynamic. И он решит ваши проблемы. То есть, довольно оптимизированное решение от команды CLR и, соответственно, менеджер языка. Вот. То есть, ну, здесь все понятно. Вот. Давайте еще посмотрим по поводу создания. Здесь вот Dynamic нам не поможет. Здесь нужно уже использовать более оптимизированное решение. Снова запустим. Ну, и понятно, что первое, что это у нас выигрывает, Sharp, просто Keyword New. Вот. На втором месте это уже Fast Member. Да. То есть, отличие буквально там на 50 процентов. Ну, скажем так, в половину. Вот. Ну, и, соответственно, наша Reflection стандартная очень сильно проигрывает. Как вы видите, очень сильно эти на порядок отличаются. Поэтому то, что боимся Reflection, это правда. Но не использовать, скажем так, такой подход опроч, ну, не нужно отказываться. Просто нужно посмотреть в сторону, скажем так, более оптимизированных решений. Вот. Но тоже из мира Dynamic Language Runtime. Dynamic или обвертки Fast Member, например. Довольно удобная вещь. И минимум изменений в коде. Вот. Так что, подводя итог, да, еще раз. Это Fast Member и Dynamic, это просто крутые решения. Вместо Reflection заменить легко. Вот. И тоже очень удобно использовать. И самое главное, что это быстро. Вот. В принципе, я думаю, что я уже немножко подутомил. Но мы всегда знаем, что Enterprise никогда не заканчивается. Вот. Он всегда будет кровавым, он будет сложным. Но самое главное, пытаться искать пути. Пути решения у нас есть. Они будут появляться каждый день новые. Смотреть, пытаться. И я думаю, что тогда это будет приносить радость. Ну и спасибо вам огромнейшее за внимание. За то, что вы выдержали, досидели. И если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Буду рад на них ответить. Еще есть кто-то, кто выжил. У него есть вопросы. Есть, есть. У нас 24 человека, которые тебя слушают. Ребята, размьютайтесь, задавайте вопросы, если есть. Ну, может, хотя бы скажите там, что понравилось, какая тема, по ней отдельно сделаем. Или вообще, что все не понравилось, тогда не будем делать по этим темам. Ну, у кого не работает микрофон, хотя бы напишите что-то тут. То как-то такое чувство, что все ушли. Не-не, не ушли. Насправді дебагинг, взагалі, цікава такая річ, особливо, коли там якісь різні системы, там, наприклад, не тільки есть, там на шарпі написані и так далі. То есть ту сторону можно будет дивиться, це буде дуже корисно, взгляду на те, чим ми займаємся, в основном. Ну, это да. То есть, ну, дампы активно использую, но больше сейчас их использую для перформанса, но, в принципе, и для дотнетовских. Я просто не силен в других, скажем так, языках, поэтому что-то там. До речи, перформанс – це тоже дуже тема важлива, бо по ней, ну, якби, можливо, і литература поменьше, і багато там речей чисто таких якось імпиричних. То есть, там немає якось серебряної пули, там кожна ситуація інша, і це досить цікаво. Ну, про перформанс много таких, вот, есть интересных находок, в принципі. Но главное, чтобы было интересно, кому их слушать. Вот. Может, кто-то своими поделиться. Ну, видно, наверное, никто своими не поделиться. А у кого-то, может, есть замечания, комментарии, кто-то, может, хоть что-то добавит по темам. У кого-то был экспириенс, рассказать, что там. Да, у меня такое было, да, это помогло, или такое было, нет, это вообще не помогло. Так, 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 так.